Семь больных детей спасли югорчане благодаря фонду Антона Кульша. История создания организации началась с поддержки 17-летнего коголымчанина. У Антона был сложный лейкоз с неблагоприятными прогнозами лечения в России. Его мама с волонтерами боролись за жизнь Антона, но спасти юношу не успели. Собранные деньги активисты отозвали из больницы и решили направить их на помощь другим детям. В декабре этого года был официально зарегистрирован фонд «Югра в беде не бросает» имени Антона Кульша. Сейчас сбор объявлен для маленького коголымчанина Матвею Мазиеву 8 месяцев. У него нейробластом от третьей стадии. Сбор сверхсрочный. К сожалению, диагноз был поставлен поздно, много времени упущено. Шанс на выздоровление дают две клиники Израиля. Семье обойдется лечение минимум в 300 тысяч долларов. Окончательный ответ клиника даст только после того, как обследуют малыша. Для этого родителям нужно внести депозит на счет клиники 150 тысяч долларов. Дело в том, что у нас времени очень мало осталось. При нашем диагнозе нейробластома, тем более у нас третья, у нас времени нет. Это непредсказуемая болезнь. И эта опухоль, которая растет, она растет со скоростью ветра. Она поражает все. Все. Эта опухоль. Представшая.